Всем привет! В этом году случилось что-то невиданное, и большинство клубов российской премьер-лиги решили совершить свои главные покупки не к концу трансферного окна, как это обычно бывало, а к началу сборов. Да что уж там, даже Локомотив презентовал трех новичков до первого товарищеского матча, когда такое бывало в зимнюю паузу. Правильный ответ — никогда. Да и вообще, такое обилие интересных новобранцев в клубах российской премьер-лиги зимой — это нонсенс. Если вы вдруг запамятовали, то главными событиями в межсезонье 2020-2021 стало возвращение в российскую премьер-лигу Рандона и Промеса. В этом же сезоне у меня глаза разбегаются, покупки у клубов явно интригующие, и я отобрал для вас десятку самых интересных новичков РПЛ. Трансферы внутри лиги и афера Спартака с Жиго не в счет. Это не топ, это просто десятка самых интересных футболистов, за которыми будет интересно последить в стартующем через пару недель сезоне. По большому счету, от того, как впишутся новички и того, какого они окажутся качества, зависят исходы весенних игр. Я знаю, что среди вас есть немало любителей ставок на российскую премьер-лигу, поэтому информация точно не будет лишней. И есть еще одна информация, которая вам наверняка пригодится. Компания Фонбет, которая является партнером футбольного клуба Локомотив и еще ряда не менее уважаемых и классных клубов, расщедрилась и подарила всем моим подписчикам фрибет 2000 рублей при регистрации в мобильном приложении по промокоду ЕЖЕЛОКО. Регистрируйтесь в мобильном приложении, вносите минимальный депозит и играете без риска. Ну а я со своей стороны постараюсь дать вам максимум информации, чтобы вы подошли к сезону во всеоружии. Все ссылки и описание акции от Фонбет будут в описании к этому ролику и закрепленном комментарии. А теперь погнали смотреть новичков! Довольно логично, что самые интригующие футболисты появились в топ-клубах. У них и возможностей побольше, и именно их я вам сегодня покажу. Но интересные приобретения есть и у других команд. Например, Химки обзавелись Бруно Вианой, который пару лет назад с Браги выбивал Спартак из квалификации Лиги Европы. Ростов продолжает сквозь скандинавский скаутинг и нашел норвежца Магнуса Кнутсена. Нижний Новгород забрал из Португалии интересного 22-летнего ангольца Милсона. А Сочи приучил нас, что к их покупкам стоит внимательно присмотреться. Поэтому будем следить за славянским защитником Даркушичем. Впрочем, один игрок в моей десятке самых интересных новичков чемпионата все-таки будет не из топов. Нижний Новгород решил усилиться перед концовкой чемпионата и кроме ангольца Милсона, про которого я уже сказал, выцепил из чемпионата Норвегии молодого вингера Ларса Олдена Ларсена. Вообще, мне нравится идея привозить скандинавов в наш чемпионат. Им гораздо проще адаптироваться к холодам и условиям. А кроме того, по последним тенденциям, они еще и очень неплохо ценятся на трансферном рынке, если получится развить как Матиаса Нормана. Ларс Олден Ларсен играл в не самом известном норвежском клубе Мьон Даллен, который покинул по итогам 2021 года высшую лигу. В том числе, благодаря этому Нижнему Новгороду и удалось выцепить молодого вингера, забившего аж 8 мячей в чемпионате. Коронка Ларсена это удар с правой ноги, коим он не боится пользоваться и частенько забивает. Этим он похож на драйера, которого Рубин привез прошлым летом. В игру он вовлечен не очень сильно, но если Киржакову удастся выстроить игру, при которой Ларсен будет оказываться на ударной позиции, он принесет немало пользы. Одной из главных проблем Краснодара уже долгое время видится оборона. С тем, чтобы забивать мячи, команда вполне неплохо справляется. Есть и исполнители, и подходящая им игра. А вот в обороне все время что-то не то происходит. А в начале года Краснодар еще и объявил о разрыве контракта со Спаичем, действующим игроком сборной Сербии на секундочку. Закрыть дыру призван 29-летний парагвайц Жуниор Алонсо. Как и большинство латиноамериканских защитников, Жуниор Алонсо это играющий защитник. Вполне подстать тому футболу, который строит новый главный тренер Быко в Фарке. Первый пас, умение играть в высокой линии обороны и огромнейший опыт на самом разном уровне. От Кубка Либертадорос до Французской Лиги 1. Это то, что Краснодару было необходимо. В противовес Алонсо нельзя назвать скоростным или каким-то сверхнадежным защитником. Его козыри в другом, и они очень подходят Краснодару. А вот команд, которые смогут заставить Краснодар много и усердно обороняться, в нашей лиге практически нет. В российской премьер-лиге наметилось два главных направления, в которых смотрят скауты большинства клубов. Одна часть взоров обращена в Скандинавию, другая на французскую Лигу 1. Локомотив этот путь нашел еще при Василии Кикнадзе, когда приобрел из Бордок Камано. Затем были куплены Пабло и Бека-Бека. Ну а этой зимой команду пополнил Уилсон Исидор. Исидор периодически играл за Монако, причем чаще в Еврокубках, где многим запомнился по игре с Шахтером. Но основным так и не стал. И каких-то больших шансов на то, чтобы почаще выходить на поле, не имел. Исидору хотелось играть. И Монако отдавал его в аренду. Причем, если первая аренда вышла плохой, то со второй попытки Исидор стал вторым лучшим бомбардиром в шемпионат Националь. Достижение не особо звучное, но в целом, если посмотреть на выховцев из третьей французской лиги, которые играли там в возрасте до 21 года, то можно найти много знакомых имен. Исидор обладает хорошей скоростью и технично работает с мячом. Довольно настырен и, как мы уже видели по товарищеским матчам, легко находит в себе моменты. Однако вот удар получается крайне нестабилен. За три товарищеских матча Исидор нанес столько ударов по воротам, сколько остальная команда не нанесла в сумме. Дважды выходил один на один с вратарем, попадал в каркас, однако забитых мячей нет. Это расстраивает. А еще больше расстроило отсутствие в четвертом матче сборов. По всей видимости, у молодого француза какая-то травма. А терять нападающих локомотиву сейчас совсем нельзя. А вот у Спартака дела с нападающими обстоят так, что даже купленный за 10 миллионов евро ямаец Шамар Николсон пока не проходит номинально основной состав команды. Там прочны позиции Соболева. Николсон чаще выходит на замену, и пока футболисты Спартака не придумали, как использовать мощного нападающего наиболее эффективно. В Шарлеруа Николсон растаптывал защитников и чем-то был похож на Зелуиша в его лучшие годы. Мощно бежал, собирал на себя защитников, много забивал. Еще больше не забивал. Но главное, он был главным действующим лицом на поле. В Спартаке пока не так. Когда мяч попадает к Николсону, он более-менее понимает, что с ним делать, и забил три гола на сборах. Один Уралу и два клуба из любительской лиги Саудовской Аравии. Однако во всех товарищеских матчах были периоды, когда Шамар не касался мяча по 10 минут. В Аноле предстоит много работы, чтобы 10-миллионная сделка не оказалась провалом. Ну а мы последим. Противовес Спартаку работает ЦСКА. Спартак решил потратиться в это трансферное окно, а ЦСКА набрал игроков бесплатно. На свободном трансфере был подписан Хесус Медина, и по товарищеским матчам есть ощущение, что весной именно Парагвайц, еще один, кстати, Парагвайц нашей лиги, будет главным действующим лицом атаки ЦСКА. Он уже показал, что с одинаковой легкостью забивает и головой, и ногами. А если не может забить, то вырезает хорошие передачи на партнеров. Как и любой яркий индивидуалист, Медина иногда перебарщивает с дриблингом, и забывает вовремя расстаться с мячом. Однако даже в этом компоненте он выглядит лучше, чем главный атакующий козырь ЦСКА Чидера Эджуки, который даже спустя полтора года адаптации так и не решил свою главную проблему. ЦСКА был крайне нужен правый инсайд. Федор Чалов явно не справлялся с этой ролью и уехал в базе работать с центральным нападающим, как ему и надо. Но армейцы, кажется, нашли баланс в атаке. Хесус Медина вполне возможно еще чуть-чуть шире откроет калитку приобретений из МЛС, в которой прямо сейчас играет очень много классных молодых футболистов. Возвращаемся к Спартаку. И если покупка Шамара Николсона выглядит несколько спорной, особенно с точки зрения цены-качества, то с аренды люксембуржца Кристофера Мартинса Перейры красный-белый, кажется, угадали. Спартак давно набирает себе опорников, и даже в это окно умудрились не весь зачем приобрести прутцевый с крыльев советов. Однако в лице Мартинса Перейры Спартак наконец приобрел центрального полузащитника, который может и отобрать мяч, и протащить его, и подключиться в штрафную, и передачу хорошую отдать. В контрольных матчах Перейра показал себя с хорошей стороны и почти наверняка станет выбором номер один в центре поля у Спартака. Единственный смущающий фактор – это нелепые травмы, которые преследовали Мартинса последние годы, из-за которых он пропустил огромное количество игр за Young Boys. Но если бы их не было, то, скорее всего, Мартинс поехал не в Россию, а обратно во Францию, из которой и приехал покорять Швейцарию в свое время. К футбольным навыкам Мартинса Перейра вопросов нет никаких, и если удастся обойтись без травм, то есть ощущение, что Спартак провел для себя крайне удачную сделку. Прошлым летом Краснодар сделал ставку на Джона Кордобу, и поначалу казалось, что сорвал куш. Однако бомбардирские качества Кордобы остались в августе 2021 года, а ныне он и вовсе отзаявлен. Лимит не щадит, а травма Кордоба оказалась серьезной, что, впрочем, не является сюрпризом ни для кого, кто хоть раз открывал в истории его травм на трансфермаркте. Замена была нужна, и замену Краснодар нашел в лице Эрика Бутхейма, и это одно из самых интригующих приобретений этой зимы. Имя Эрика Бутхейма на слуху благодаря подвигам в Лиге конференции, где он в шести матчах забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи. Особенно хорошо его должен помнить известный тренер Йозе Марино. Три гола и три голевых передачи пришлись на матчи Бутхейма с Ромой. Однако голевой машиной Бутхейма назвать сложно. В чемпионате Норвегии он, играя за невероятный Бутхейм, забил всего 15 голов. Если помните, новичок Нижнего Новгорода, даже не будучи нападающим и играя в худшей команде лиги, забил 8. А лучший бомбардир Амой Хуанфо, ушедший бесплатно в цервену звезду, забил почти в два раза больше. 27 мячей. Собственно и в контрольных матчах Бутхейму пока никак не удается отличиться, но он все компенсирует голевыми передачами. Редкий матч на сборах обходится без того, чтобы Эрик не сделал 3-4 удобных передачи под удар. А уж бить краснодарцы умеют, поэтому и голевых передач Эрик насобирал уже немало. Крайне интересно, что покажет Бутхейм в российской премьер-лиге. Однако, учитывая небольшую цену, за которую его купил Краснодар, около 5 миллионов евро, кажется, что это их самая успешная сделка со времен покупки Классона за 2 миллиона. Еще одной проблемой ЦСКА в сезоне было отсутствие креатива из центральной зоны. Пока на поле был Загоев, вроде все было неплохо, однако в силу возраста и проблем со здоровьем, Алан не мог стабильно играть в стартовом составе. И из-за этого проседала вся командная игра, которая сбивалась на то, чтобы отдать мяч на фланг Чедере и Джуке, и ждать, что он что-нибудь придумает. Решить проблему призван Юсуф Языджи, один из творцов чемпионства Лили прошлого сезона. В этом году Языджи из состава выпал, и ЦСКА подсуетился и взял его в аренду. Юсуф очень умный футболист и точно понимает, как должна развиваться футбольная атака. Поле он видит прекрасно. В контрольных матчах он показался несколько тяжеловатым, неоднократно терял мяч, пока раздумывал, что с ним делать. Но в чем он точно бесподобен, так это в подаче стандартов. Каждый из них летит как радиоуправляемый снаряд и помогает ЦСКА вытаскивать не самые блестящие по качеству игры матчи. К счастью для нас, цель для передачи Языджи это Антон Заболотный, так что даже самые блестящие задумки могут столкнуться с бревном непонимания. И все же в лигу пришел состоявшийся мастер, а за этим всегда интересно следить. Кто следит за сборами Локомотива, наверняка знает, что Локомотив легко пережил расставание с Федором Смоловым. Теперь на острие атак играет Ян Кухта. И пока спартаковцы пытаются понять, что им делать с Шамаром Николсоном, пока Бутхейм пытается найти дорогу к воротам, Кухта просто забивает в каждой игре. И не просто забивает какие-то третьи, пятые, восьмые мячи. Он во всех четырех играх открывал счет. Где-то запрессинговав вратаря, где-то открывшись под штрафной или угловой, а где-то отклеившись от защитника под дальний запрос. Кухта точно не самый яркий нападающий из тех, что приезжали в Россию. У него нет какого-то убойного удара или дриблинга, он не обладает сумасшедшей скоростью или какой-то невероятной антропометрией. Он просто забивает голы. Оказывается тайм, куда прилетает мяч и подставляет ногу. Самый главный вопрос, сможет ли он проделывать то же самое в чемпионате России или так и останется героем сборов. Я думаю, ответ будет крыться не в самом Кухте, а скорее даже в Рифате Жамалядинове. Если он продолжит также исправно снабжать Кухту передачами, то и голов должно быть немало. Ну а на сладкое я оставил главную сделку этого межсезонья. Однако сказать мне практически нечего. Эпопея Зенита с уходом Сердара Азмуна подошла к концу. И нужно было найти кого-то, кто заменит его на поле и в сердцах болельщиков Зенита. Главной целью скаутами Зенита был выбран лучший бомбардир бразильской серии А, молодой бразилец Юри Альберто. Однако заплатить за него пришлось больше 20 миллионов евро. Бразильцы очень хотели оставить его до лета, но Зенит доплатил еще несколько миллионов и бразилец приехал прямо сейчас. Чтобы вы понимали, примерно в цену этой доплаты, локомотиву обошелся Кухта, а Краснодару Бутхейм. Два матча Зенит на сборах засекретил, однако мы точно знаем, что сходу забивать как тот же Кухта Юри Альберто пока не начал. И в целом вообще не факт, что начнет. С мячом он обращаться определенно умеет, однако от просмотра голов с его участием лично у меня ощущения примерно такие же, как у Бутхейма. Вот только норвежец обошелся Краснодару дешевле в 5 раз. Хотя если честно, то думаю, что у Юри Альберто все будет хорошо. Вокруг него бразильский карнавал с Клудинью, Венделлом, Дугласом Сантосом и, конечно, Малкомом. Будет зажигать, никуда не денется. Ну а если даже и нет, то Зенит найдет, куда его пристроить, не особо потеряв в деньгах, как это уже случалось, например, с Паредосом. Но в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что каждое действие футболиста, купленного за 25 миллионов евро, будет рассмотрено под микроскопом. Причем начнем, скорее всего, уже на этой неделе, в первом матче стыкового раунда Лиги Европы в игре между Зенитом и Бетисом. Это была десятка самых интересных приобретений межсезонья в российской премьер-лиге. Если вы вдруг не так пристально следите за событиями в РПЛ, то теперь вы знаете, за кем следить в возобновляющемся скорой чемпионате России. С вами был Тим. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Ну и подпишитесь, если вам хочется получать обновления. До встречи!